Вот такую небольшую горочку книг я приготовила, чтобы показать вам сегодня. С удовольствием сама их буду перебирать, и, может быть, что-то и вам здесь интересным покажется. Меня зовут Ира, и это мой канал о книгах и чтении. Оставайтесь в креслах. Начну с детектива Бенджамина Стивенсона. Каждый в нашей семье кого-нибудь доубил. Это детектив, как я понимаю, такой иронический, постмодернистский детектив, обыгрывающий всякого рода клише детективного жанра. Бенджамин Стивенсон, австралиец, как я поняла, но во всяком случае действие здесь разворачивается в Австралии, на горнолыжном курорте, где происходит воссоединение большой семьи, и происходит убийство, и мы с этой семьей знакомимся посредством главного героя. Посмотрите, здесь так написано «загни здесь», «загни здесь». И на первой странице правила, какие-то классические правила построения детектива. Преступник должен быть упомянут в начале истории, но не должен являться тем героем, за мыслями которого читателю позволено следить. Допустимо использовать только одну потайную комнату или проход. Не дозволяется применение еще неоткрытых ядов. Детектив сам не совершает преступлений. В общем, эти 10 заповедей автора детективов написал Рональд Нокс в 1929 году. Я даже до конца не уверена, пока существуют ли, правда, такие правила, но вот они вначале приводятся, и дальше мы расследуем настоящее убийство вместе с главным героем, но в то же время все будет с какими-то хитрыми подвыподвертами для тех читателей, которые, наверное, любят просчитывать ходы, просто зная литературный жанр, просчитывать, кто окажется убийцей. Мне кажется, здесь название довольно привлекательное, но за ним могло скрываться что угодно. Я купила эту книгу под влиянием отзыва Вали с канала «Книги в моих руках». Она также одна из участниц подкаста «Стивен книг». У этого подкаста на ютубе тоже есть свое представительство. Причем Вали написала про этот детектив как-то так вроде бы с симпатией, но без особого восторга. Как-то умеренно очень. Но именно то, как она это подала, мне показалось интригующим, и поэтому я решила с этим детективом познакомиться. У него такой уменьшенный формат. Это азбука издали. И вот эти маленькие какие-то фишечки, которые я вначале успела увидеть. Вот эти правила, например, или то, что здесь нужно вот так вот уголочек загнуть. Не знаю, как дальше они будут проявляться или нет. Пока вот особо ничего не видно по тексту, чтобы там были какие-то чисто оформительские особенности. Но мне это кажется симпатичным, в том числе потому, что действие происходит на горнолыжном курорте. В отеле какая-то приятная такая обстановка сама по себе, привлекательная. Я время от времени на такого рода детективы или триллеры покупаюсь. Не всегда они бывают удачными, но здесь у меня довольно много надежд, что это может оказаться интересно. Дальше книга Хальдгрима Хельгассона «60 килограммов солнечного света». Это линия Нордбук, скандинавская линия у издательства «Городец». Я эту книгу получила в подарок от Татьяны по ссылке, которую она мне прислала. Я знаю, что эта книга многим на Ютубе понравилась. И, в частности, Снежана, мне кажется, хорошая, про нее говорила. На канале «Снежан Букс» она, как известно, увлекается всем скандинавским. Я так понимаю, что действие этого романа разворачивается где-то в начале 20 века в небольшом исландском местечке, где люди перебиваются с хлеба на воду, как постоянно в борьбе за жизнь существует. Почему-то мне кажется, что 60 килограммов солнечного света как-то связаны с селедкой. Они там эту селедку ловят, и что-то меняется в этом маленьком местечке. И в центре внимания здесь маленький мальчик, который пытается как-то выжить и со всеми жизненными обстоятельствами непростыми справиться. В общем, не очень много я про эту книгу знаю, но пишут, что это один из самых красивых, невероятно амбициозных романов 21 века. Большая литература маленькой страны. Вот я подумала, надо сделать себе бутерброда с селедкой и как-нибудь усесться за эту книжку. И мне еще очень нравится обложка ее. Здесь какой-то парусник на желтом фоне, а здесь вот маленький домик во фьорде, и рыба как будто бы плывет с небес. Какую-то важную роль в жизни этого поселения играет рыба. Дальше книга, которую мне подарила Юля. Это книга Марины Арамштам «Читать». Она посвящена детскому чтению, воспитанию юного читателя. По-моему, Юля про эту книгу узнала у Айшат. Тут я могу ошибаться, но как-то вот Айшат тоже замешана в популяризации этой книги. В ней очень много разных иллюстраций. Они сделаны цветными, что в таких книгах, в общем-то, не всегда и не часто происходит. Я уже увидела много упоминаний любимых моих детских книг с картинками. Я особенно увлекалась этой темой, когда у меня, конечно, маленькие были дети, и создала довольно обстоятельную детскую библиотеку с иллюстрациями, которые мне нравятся, и с авторами, которые здесь вот упоминаются. Я вижу, например, здесь вот Эрика Карла, которую мы очень с детьми любили. И самое главное, Марина Арамштам мне знакома по сайту «Пап Мам Букс», где она читала вслух все эти детские книжки с картинками. И эти книги, в то же время иллюстрации к ним показывались. И мы слушали это с детьми, и очень много классных историй я оттуда узнала, потом купила, и даже вот эта вот манера чтения Марина Арамштам этих маленьких детских книжек, такой уют, который исходил от этих роликов, настолько мне запали, что отчасти были даже вдохновением, когда я создавала какие-то свои первые видео о книгах, в том числе о детских. Ну и здесь как-то вот исследуется малышовое чтение, как ребенок начинает знакомиться с книгами, что его может увлекать, как родители могут поспособствовать этому увлечению ребенка книгами. Характерно, что книга эта издана в Минске в 2018 году, издательство «Дискурс». Мне она кажется очень привлекательной. Она небольшая, но очень емкая, наполненная какими-то такими очень завлекательными деталями. Я, когда ее листаю, снова погружаюсь в то время, когда детскую библиотеку формировала. Я во многом ведь ее формировала не только для своих детей, но и для себя. Я начала с того, что покупала книги, которые в детстве мне нравились, но у меня не было к ним доступа, иллюстрированы какие-то замечательные издания. А когда в эту тему втянулась, увидела, как много нового и красивого издается, и стала настоящим фанатом этой темы. Поэтому, когда я от Юлии эту книгу получила, я очень обрадовалась новому соприкосновению с приятной мне темой. Дальше снова желтенькая книжка. Это Рэйчел Джойс и ее невероятное паломничество Гарльда Фрая. Книга издана Инспирией у нас, и у нее есть аудиоверсия. Она рассказывает про человека, который недавно вышел на пенсию, он живет в Англии, и прожил такую среднестатистическую благополучную жизнь. Но настолько автоматически он ее прожил, настолько он в отрыве, судя по всему, был со своими истинными желаниями и потребностями, что ему как будто бы и вспомнить нечего. Какая-то вот блеклая картина образуется, когда он начинает вспоминать свою жизнь. А вспоминает он ее в пешем путешествии, которое он решил предпринять через всю Англию, навстречу к своей давней знакомой, с которой они 20 лет не виделись, которая сейчас умирает от рака. И вот он как-то уверовал в то, что его вот это паломничество поможет ей выжить. Так это или нет, я не знаю. И, возможно, даже это и не важно, потому что пока Гарольд Фрай идет по Англии, сбивая ноги, он совершенно не подготовился, это было спонтанно. Он вышел из дома, и приключение началось. Он еще даже не знал о том, что оно началось, а уже путешествие стартовало. Гарольд Фрай как будто бы двигается навстречу себе. Он двигается по тропинкам памяти, исследуя свою жизнь. Он вспоминает какие-то вещи, какие-то ситуации, в которых он недостаточно проявил себя, что ли, а может быть, ему хотелось бы. Вообще-то и такое ощущение, что он впервые в жизни нашел время, место порефлексировать над своей жизнью, как-то ее осознать. Местами Рэйчел Джойст довольно ироничная. Какие-то забавные наблюдения в таком стиле английского юмора она здесь подпускает. В целом читать приятно. Ну и само вот это путешествие, он, кстати говоря, в апреле пускается. Здесь, по-моему, середина апреля, начало действия. И стартом для его путешествия становится письмо. Вот эта тема письма тоже, мне кажется, очень привлекательной. Он отправляется в апреле, и я в апреле ее начала читать. Дальше еще одна книга из посылки Татьяны. Это любимчик эпохи Кати Кочур. «Присмотри за братом». Здесь такой подзаголовок. Очень интересно сделана обложка. Здесь даже незабудки вот таким тиснением выделены. Хорошая рекомендация от Дины Рубиной на обороте. История какая-то про детство. Здесь есть старший брат, здесь есть какие-то катастрофы, с которыми дети встречаются и как-то совладают. А эпохой зовут сумасшедшую старушку, которая то ли в плен взяла младшего брата-рассказчика, то ли что. В общем, эпоха здесь – это человек. Пока не очень представляю, что толком ждать. От этой истории Кати Кочур здесь отрекомендована как ведущая новостей на Первом канале. Телевизионный журналист. Вижу у многих сейчас эту книгу. Это, видимо, какая-то популярная новинка. Неспроста мне ее прислала Татьяна. Москва, 23-й год. Выпустили эту книгу «Эксмо». Дальше книга Юлии Лапиной «Тело, еда, секс и тревога. Что беспокоит современную женщину». Эту книгу «Альпина нонфикшн» выпустили аж в 2019 году. И неоднократно она в разных обзорах мне встречалась. И я должна вам признаться, при всей моей любви к психологии, к теме телесности, при всей привлекательности общей, как мне кажется, привлекательности темы сексуальности, например, или также при всем моем пристрастии к женским вопросам и интересу к женским вопросам, вот эта почему-то книга мне казалась какой-то поверхностной и легкомысленной. Я не знаю почему. Предубеждение такое у меня было. Ну вот я с ней вдруг столкнулась, лицом к лицу, начала ее читать просто из любопытства и увлеклась. На деле оказалось, что Юлия Лапина очень какой-то толковый, глубокий, обстоятельный разговор ведет об образе тела, о современных канонах красоты, о том, какую роль коммерциализация индустрии красоты, индустрия здорового образа жизни, диет играет в формировании женского самоощущения. Здесь подоголовок, что беспокоит современную женщину. На самом деле многие вещи, которые здесь описываются, они к мужчинам тоже относятся и мужчинами тоже переживаются. Хотя вот такие широко распространенные и опасные состояния, как анорексия, например, они во многом именно женщинам приписываются. Это как-то связано с женским взрослением, с ожиданиями общества от женщины, может быть, как-то с гормональными особенностями. На основании своей практики клинического психотерапевта, на основании исследований зарубежных ученых Юлия Лапина рассматривает вот эту траекторию формирования мучительной и всеохватной ненависти, нелюбви к своему телу, которая влияет на повседневную жизнь, на все повседневные практики, на удовлетворенность с жизнью, на нашу способность достигать счастья и так далее. Пока сколько я успела с этой книгой познакомиться, очень хорошее у меня от нее впечатление. Как я вам уже показала, здесь есть картины Кустодиева, которые иллюстрируют каждую новую главу. Это дополнительное напоминание о том, насколько эфемерны и искусственны любые стандарты красоты, потому что женщины, которые здесь как красавицы представлены, в разные эпохи могут считаться как распрекрасными самыми красавицами, желанными и манящими, так и какими-то непростительными образцами распущенными. И вот эта корреляция между формой тела и какими-то личностными достоинствами человека – это тоже одна из проблем, которые Юлия Лапина рассматривает, пытаясь доказать, что вот эта связь искусственная, но при этом такая порой мучительная для людей и рушащая жизнь, и провоцирующая серьезные заболевания, в том числе ведущие к просто физической гибели человека. Дальше книга, о покупке которой я не удержалась, просто из любопытства. Она называется «Время жить, а не убираться». Я, конечно, очень, мне кажется, очень спорным названием «Убираться», но ладно. «Частота и порядок за 15 минут в день» – Кассандра А. Арсен, автор этой книги. В ней много картинок. Я так воспринимаю, что это какой-то очередной извод Марии Кондо, но я когда-то читала Марии Кондо, и она меня даже вдохновила на что-то тоже. Вот я немножко эту книгу начала читать. Автор этой книги, как я поняла, практик. Она сама сначала справнилась со своим беспорядком дома, потом она стала консультировать женщин, в том числе онлайн, потом она завела свой канал на Ютубе, где вот это все объясняла свой подход к наведению порядка в доме, и, наконец, решила написать книгу. И в самом начале этой книги она классифицирует людей как-то вот по темпераментам, по особенностям акцентуации характера, предлагая каждому из этих типов свои стратегии наведения порядка. Мне показалось, что это довольно-таки такая проницательная идея, потому что во всех вот этих вот системах тайм-менеджмента или просто какого-то внутреннего менеджмента, которые мне встречались, не берется в расчет особенности каждого отдельного человека. Просто создатель этой системы ориентируется на себя, он открывает что-то для себя и эту систему публикует, как бы экстраполируя ее на всю аудиторию, на всех людей. Однако люди бывают разные, то, что сработало на одном, может не сработать на другом, но на другом может сработать что-то еще. И вот здорово, что это Кассандра Арсен как раз пытается разные стратегии для наведения порядка предложить. И несмотря на то, что сто пятьсот раз я убеждалась, и нас всех это пытаются убедить умные люди, что вот эти все слоганы, что чистота и порядок за 15 минут в день, это всего лишь кликбейт, так называемый, или попытка привлечь к покупке какого-то обучающего материала, что ничто не бывает, что так просто не дается на самом деле, за всем, что стоит какой-то большой труд. Но иногда бывает так приятно поверить в то, что что-то можно сделать за 15 минут очень легко. По крайней мере, прикоснуться к этой мечте, как-то ее попробовать. Ну и тут такая картинка симпатичная на обложке. Ну посмотрим. Дальше покажу две книги «Харуки мураками». У меня весной сделался такой азиатский читательский запой, в том числе «Мураками». Я стала сначала рассказы слушать, потом стала слушать «Хроники заводной птицы», потом переслушивать «Охоту на овец». И хотя у меня есть вот такое вот издание «Охота на овец» от «Эксмо», они переиздавали недавно, 2020 год. Все три книги, трилогии «Крысы» мне подарила Лена Ша вот в таком вот как раз исполнении. Это «Европокет» с такой вот клапаном отодвигающимся. Хорошее издание, и у него такая обложка лаконичная, но с каким-то вот таким намеком на японское тоже, вот такое лаконичное, символичное искусство, почти иероглифичное. Но когда я увидела вот это издание старенькое, тоже от «Эксмо», я не смогла пройти мимо. Здесь такая замечательная «Овца». Это аж в 2007 году была выпущена книга, и у меня есть, по-моему, «Кавка на пляже», тоже вот из этой серии. Это примерно та эпоха, когда я знакомилась с «Хорукими руками» впервые. Впервые читала «Охоту на овец». Там, конечно, еще раньше были другие издания, «Амфора», по-моему, выпускала тогда, когда я впервые читала. Но вот это тоже из какой-то вот моей юности, молодости обложки, и «Овца» это меня совершенно покорило. Я подумала, что ну это просто вот чисто за обложку купить – милое дело. Так что у меня теперь две «Охоты на овец». Еще послушав два сборника рассказов «Хорукими руками», я купила еще один сборник рассказов. Здесь меня заинтересовал конкретно рассказ «Сядь за руль моей машины», по которому сняли фильм. Ой, тут даже нет такого. А, да, «Драйв май кар». «Влюбленный замзе» здесь есть, «Мужчины без женщин». Это как бы как раз серия, в которую входит «Драйв май кар». Ну, я не могу сказать, что как-то мне особенно вот это издание нравится. Мне кажется, чем-то оно вот по настроению, по лаконичности похоже на эту более позднюю серию, хотя здесь, по крайней мере, с цветом поигрались. Тоже это «Эксмо» выпустили. Я была поражена тем, сколько рассказов и вообще произведений «Хоруки мураками» были экранизированы, а также тем, что экранизированы-то они не то, чтобы как-то… Ну, как-то очень нишево они в экранизациях выглядят. Я посмотрела «Слушай песню ветра», фильм старенький, такой 80-х годов. Посмотрела экранизацию рассказа про серфера, «Бухта Ханалей», начала смотреть «Сядь за руль моей машины», но решила сначала этот рассказ прочитать, а потом уже смотреть экранизацию. Дальше подцепила здесь сборник рассказов Рэй Брэдбери. Заголовок «У нас всегда будет Париж меня привлек» и «Эйфелева башня на обложке». На самом деле только один рассказ здесь каким-то образом с Парижем связан, а это просто сборник рассказов. Я вообще долгие годы рассказы не читала. В детстве я обожала рассказы, это был мой любимый формат. Я просто за поем читала и искала именно сборников рассказов. А потом меня как отшибло, мне стало совершенно неинтересно за это «Малая форма». А в прошлом году, вот к концу года, я как-то пристрастилась к маленьким рассказам, и они стали ко мне вот приходить, что я мураками купила, купила Брэдбери. Но Брэдбери я люблю, как раз именно в рассказах его люблю, и начинала знакомство с ним именно с «Малой формы». Поэтому мне любопытно, по крайней мере, что он про Париж написал, посмотрим, как дело пойдет. В общем, есть у меня еще идея делать такой книжный клуб, в котором рассказы бы мы разбирали. Поэтому тоже я так себе немножко материал набираю. Дальше «Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде». На Патрицию Хайсмит я обратила внимание, потому что посмотрела фильм Вима Вендерса «Идеальные дни». Действие этого фильма происходит в Токио, и вот эта японская тема тоже завязалась как-то у меня с тем, что я читаю, сейчас что смотрю. И там главный герой берет книжки в каком-то, мне кажется, букинистическом магазине все время. В неделю вот он одну маленькую книжечку берет и там ее читает, у него есть такой ритуал вечернего чтения. И однажды он приходит и берет «Патрицию Хайсмит. 11 историй». Они не переведены у нас, как я поняла. Я стала смотреть, что у нас переведено этой писательнице, из-за того, что владелица книжного магазина в ответ на вот такой выбор главного героя говорит, «О, Патриция Хайсмит, она научила меня как-то лучше понимать свою тревогу», что-то такое. И из-за этого Патриция Хайсмит обрела в моих глазах какой-то такой флер высокоинтеллектуальной, какой-то экзистенциальной прозы. А потом оказалось, что Патриция Хайсмит – это и есть писательница, которая написала мистера Рипли. Я прочитала мистера Рипли, как-то вот в прочитанном, недавно про это рассказывала, и искала, что еще издано у Патриции Хайсмит, раз нет вот этих 11 историй. И увидела незнакомца в поезде, тут сыграла просто мой триггер, потому что я люблю поезд. Это что-то вроде детектива оказалось, как я поняла. Я еще совсем буквально первую главу начала читать. Это какой-то старомодный детектив, американский, из Нью-Йорка едет человек. В общем, я пока ничего про него не знаю. Кот купила по таким совершенно странным причинам эту книгу. Вот иногда бывает, что ты соприкасаешься с каким-то произведением, в данном случае с фильмом, и настолько хочется в эту атмосферу проникнуть, как-то глубже узнать о жизни героя, о том, что он там переживает, что хочется почитать книжку, которую он читает. Ты начинаешь искать каких-то связей, и потом выбираешь ту книжку, которая с поездами связана ночными. Почему ночными? А на картинке, потому что ночной поезд. Потому что в прошлом году я так с пристрастием читала все такое про ночные поезда. Короче, странными путями иногда книги приходят. Дальше, посмотрите, эта книга еще в пленке. Я ее купила на Вайлдберрис, когда там были какие-то суперскидки. Алина с канала «Читать нельзя сжигать» делилась сведениями о том, что на Вайлдберрис суперскидки. И я купила книгу «Убивать осознанно», потому что меня давно привлекал этот заголовок. Он мне кажется таким ироничным. Тема осознанности настолько стала проникать в массовую культуру, что ее уже обстебывают, что уже появляются какие-то спекуляции на эту тему. И хотя мне кажется, осознанность очень большим даром, который в моей жизни, допустим, проявился. И чем больше я в разных областях становлюсь более осознанной, тем меньше автоматических происходящих помимо моей воли вещей в моей жизни. Но в то же время я понимаю, откуда могут расти ноги у Стёба. И я люблю детективы, поэтому мне стало прикольно посмотреть, что же это такое «Убивать осознанно». Я даже знаю, что есть вторая часть, там мой внутренний ребенок что-то хочет убивать осознанно, что-то такое. В общем, это смесь интересного мне жанра детектива с интересным мне таким психологическим трендом. Совершенно не представляю, что еще от нее ждать. Просто за заголовок купила. Если вы читали эту книгу, расскажите мне о ваших впечатлениях, пожалуйста. Потому что я знаю, что она довольно давно на рынке. И уже какие-то даже отзывы от нее есть, но я не вникала. В 2021 году издали ее азбука. Дальше. Вот опять к вопросу о том, как книжные покупки строятся. «Джентльмен в Москве». Я столько слышала хороших отзывов про эту книгу. В частности, вот, например, Лена с канала «Корешок и Форзет» неоднократно какие-то хорошие вещи про нее говорила. Недавно я увидела что-то про Амора Толза у Ксюши на канале «Море книг». В телеграме у нее было упоминание этой книги. В общем, я откуда-то знала, что это очень прикольно. Мне кажется, что и у Вали что-то было. В общем, неоднократно от приятных мне блогеров я слышала, что книга классная. И я даже не вникала, что это такое, понимаете. Я несколько раз просто услышала какие-то аргументы, забыла их суть, но услышала, что книга стоящая. И несколько раз, как только я слышала, что книга стоящая, я ее искала и видела, что ее не купить. А здесь я увидела ее в продаже и просто схватила, не раздумывая, не пытаясь понять, о чем книга. Я такая, о, это книга, которую я не могла достать, пытаясь найти по каким-то симпатичным мне рекомендациям. Беру. Я ее взяла, открыла. И начинается она с чего-то совершенно у меня в голове неукладывающегося. Она начинается в Москве 1922 года, где на какой-то встрече, где на каком-то трибунале или совете, я не знаю, что, совете какого-то, по Рицане, чрезвычайный комитет народного комиссариата внутренних дел по делу графа Александра Ильича Ростова. И начинается как будто бы допрос этого графа Александра Ильича Ростова, который написал какую-то, граф Ростов уже даже сама по себе, который написал какую-то поэму, и эту поэму большевики сочли какой-то прорывной, революционной, и из-за этого графа как будто бы не третируют, и он живет в гостинице. А, его обрекли жить в гостинице, не выходя из нее, в гостинице Метрополя. Но здесь все так смешно, какая-то клюква, начиная с того, что они его называют графом, но он уже не может быть графом в 22-м году. То, что его зовут Ростов, смешно. То, что он представляет, как вас зовут, ваше имя. Граф Александр Ильич Ростов. Родзанятие или профессия? Джентльмен считает ниже своего достоинства иметь профессию. Хорошо, чем же вы занимаетесь? Обычными пустяками обсуждаю, читаю, думаю. Вот этот допрос, мне кажется, какой-то клюквой. Может быть, это специально, даже, наверное, ну, я надеюсь, что это специально такой ход, который Амур Толлс использует, чтобы нас в какую-то вот историю ввергнуть. Но я такая, я не понимаю, что происходит, почему они его называют графом. Он что, не знает, что его не могут уже назвать графом? Или могут? Короче. Не смотрите BookTube, ребята, потому что он вас ввергнет вот в такие вот странные авантюры. Надеюсь, эта книга все-таки окажется классной. Дальше. Купила Шарля Левинский «Костелау». Я брала этот роман в библиотеке, но так долго, он такой плотный оказался, такой, ну, какой-то мрачный какой-то, даже не нуар, а вот черно-белое кино какое-то, не знаю, очень старое. Я очень медленно его читала, и в итоге сдала в библиотеку едва на чатах. Здесь речь идет про какие-то загадочные, темные, мрачные истории, которые связаны с фильмами и с падением Третьего Рейха, с кинематографом, с историей кинематографа, с какой-то одержимостью, коллекционированием фильмов, поиском фильмов, которых, может быть, и никогда не существовало. В общем, я эту книжку взяла из-за того, что когда-то мне сказали, возможно, это была Надя Интеллигентка-Гадова, но это не точно. В общем, когда-то я вообразила, что это нечто похожее по атмосфере и теме на ночное кино Мариши Песл, а ночное кино я с большим удовольствием прочитала в свое время. Поэтому, когда я увидела, что можно купить Костелау, я решила его все-таки купить себе в надежде однажды все-таки прочесть и насладиться вот этой же атмосферой. И просто вот это коллекционерство еще меня, понимаете, манит. Вот сюда еще добавить Теодора Рошека с его киноманией, и будет как будто бы такой бандл тематический. Это чистое коллекционерство, конечно, чистое потребительство. И я не исключаю, что Мариша Песл останется единственным приятным мне представителем вот этого маленькой подборки. Ну ладно, в общем, Шарль Левинская у меня теперь тоже есть. А, ну и, кстати, какую-то надежду, что это будет что-то такое интересное мне внушает то, что эту книгу выпустили издательство Ивана Лимбаха. Они у меня ассоциируются с какой-то такой вот интеллектуальной литературой, с чем-то таким изысканным и достойным внимания. Видимо, я себя представляла тем человеком, который такие книги читает, понимает, любит и ценит. Ну, проверим. Купила себе Салли Руни «Нормальные люди». Я эту книгу читала в электронке и слушала в аудио. Кстати говоря, отличный подход для этой книги, потому что Салли Руни здесь не употребляет разбивок на прямую речь, и глазами может поначалу тяжело это читать. Но поскольку я большую часть слушала, я как-то прониклась очень. Мне понравилось, как Салли Руни пишет, и я подумала, что при случае эту книгу себе заимею. А недавно я прочитала, опять же, в электронке ее книгу про прекрасные счастливые дни, что-то такое, да, и поняла, что нормальные люди оставили все-таки мне такое ощущение книги, к которой я бы хотела вернуться. Я решила себе заиметь в такой вот красивой обложечке. Она подходит к этим всем моим ребятам. Это какая-то история современной любви, современных неврозов, современной инфантильности взрослых. Короче, мне кажется, что она какой-то, в Салли Руни удается какой-то нерв нашего времени улавливать и передавать, при том, что она описывает поколение моложе меня и вообще из другой страны, из других каких-то реалий. Но все-таки вот это сочетание какого-то модернистского подхода к тексту и современного очень восприятия, счастья, отношений, ответственности за свои эмоции или каких-то травм детских, которые нас на всю жизнь погружают в бесконечное колесо мучений, повторяющихся. Все это мне в Салли Руни как-то слышится, видится и импонирует. Дальше еще одна покупочка увесистая. Спасибо за нее Альбине с канала «Вмиршефтекст», который рекламировала неоднократно Гармингаста. И поэтому, когда я увидела на распродаже библиотеки у своего знакомого этот трехтомничек, это старое издание достаточно, симпозиум 2004 год, я купила в ожидании увлекательного, мрачноватого осеннего фэнтези с каким-то замком и черт знает, что еще от этого ожидать. Но вот у меня прочно эта трилогия ассоциируется с Альбиной и с осенним чтением. Вот я себе заготовила на осень. Дальше хочу показать такое красивое издание, Эрмитажное. Это издательство Эрмитажа. Это замечательная, красивая открыточка, которую мне дали в подарок к этой книге. Это прям вот дизайнерское такое издание, называется «Хлебников Заяц». Книга-рифм. Здесь у нее такой картон, как будто бы технический для переплета. Обычно он его прячет под обложкой, а здесь он наклеен прямо на тканевый корешок. У него уменьшенный горизонтальный формат. И здесь к поэзиях Хлебникова присовокупляются картинки с разными зайцами, с гравюр, с живописи, картин разных стран и народов. Европейские, японские. Иллюстрации к манускриптам. Самые разные зайцы. И что-то посвященное творчеству Хлебникова. Мне очень нравится, как Эрмитаж... Давайте посмотрим, как правильно называется. Это арка. Как они издают свои книги, потому что они всегда очень красивые. И они соединяют в то же время изобразительное искусство с литературой. И это как-то всегда напоминает такой поход в музей, там, где... в место, где разные музы соединяются и доставляют тебе всяческое эстетическое удовольствие. И в то же время просвещают каким-то образом, приглашая в новый прекрасный мир. Это все очень привлекательно, мне кажется. Вот. Голландский натюрморт с мертвым зайцем, например. Ну и Хлебников, он же прекрасен в своем этом слово-изобретательстве. И я надеюсь тут и его найти, хотя вот все, что я вижу, это описание картинок. Жестяной подсказчик, прок, золотое перо из куревом ящик, одетый в белый пух, сей мученик, людей кровавого столетия, ушей лопух, опутан нетью, свисает плетью. Перо писателя из заячьей России, бежавшей из окопа и пушечного жерла, из заячьей чернильницы, чье горло перекушено, сейчас сломается, столетием волком, столетием мамайцам подымается. Стихотворение 22-го года, одно из последних в творчестве Хлебникова. Дальше покажу вам волшебную книгу, которая меня перебрасывает не просто в мое детство, а в какую-то золотую мечту моего детства, не совершившуюся, из которой я не встретилась толком. Такая книга была о моей подруге. Я брала у нее почитать, и это была книга, из которой я впервые познакомилась с мумитролями. Она называется «Сказочная повесть скандинавских писателей». И в нее входит, помимо, вот я запомнила ее только по мумитролям, а здесь довольно обширная коллекция всех этих историй. Туви Янсен, мумитроли комета, шляпа волшебника, здесь есть волшебная зима. Ну, еще здесь есть, например, Ян Экхальм, Тута Карлсон, первая и единственная, Людвиг XIV и другие, про лисят и цыплят. Тоже мне в детстве эта очень книга нравилась. У меня даже она была с теми же иллюстрациями, что здесь. Кроме того, здесь есть Синкенхоп «Волшебный мелок», когда я эту книгу брала у подруги. И, правда, этот «Волшебный мелок» читала, я просто чувствовала вот эту магию книги, вот это волшебство потрясающее, когда вот реальность и сказка соприкасаются и выходят, когда сказка выходит с книги буквально в реальность. Потому что здесь, например, следы, какие-то герои, эта ведьма оставила следы, их здесь нарисовали. Потом мальчик нашел мелок, и вот он рисует разные элементы, и они здесь появляются. Для меня в детстве это было настолько фантастически привлекательно, что я навсегда запомнила, этот текст меняет размер, накаляется как-то обстановка. Потом стало темно, вот так стало темно. Это настолько мощные были впечатления, что сейчас, начиная перечитывать вот эту сказку про волшебный мелок, я испытываю небывалый трепет, который во взрослом состоянии уже очень трудно испытать, именно потому что я возвращаюсь в свои детские ощущения. Вот иллюстрация из Туты Карлсона и вот этих лисят и зайчат, лисят и цыплят. Возможно, кто-то из вас в детстве тоже такие книжки имел. Собственно, вот эта лисичка тут под шляпой, лисенок под шляпой. В общем, это замечательная, просто сокровищная находка, букинистическая, и я ее время от времени беру, наслаждаюсь, потом откладываю и предвкушаю, какие еще в ней чудеса для меня таятся. Циники Анатолия Марингофа. Про эту книгу я узнала тоже на Букчубе, причем от своей давней подруги, когда еще Оксана вела свой книжный клуб на канале. В 2020 году, когда мы все позаводили каналы, Таня делилась, что она читает циников. И когда я увидела какое-то красивое издание вживую, вспомнила Танин рекомендации о том, что это классная книжка, что ей понравилось, я ее купила. Посмотрите, здесь, значит, это издательство Аркадия, здесь какая-то фольгированная узора на кимоно этой женщины и на ее рыжих волосах. Здесь есть лассе, и здесь есть иллюстрация, черно-белое, какое-то такое оформление специальное. И снова сработало вот это ощущение, что кто-то симпатично мне книгу читал, хвалил, и я ее вижу, и моя рука тянется, и я ее покупаю. минимально зная о том, что происходит. Здесь какой-то декаданс. В 2018 год люди каким-то образом выживают в Москве при всех событиях катастрофических, разрушительных и всяких катаклизмах социальных. Начинается в 2018 году, а дальше здесь уже до 28-го даже написано. И недавно в апрельском фото-челлендже, который я провожу в Телеграме, Лера Дейзи с канала «Любовный исторический роман». Сейчас вот она его не ведет почти, но тем не менее, она сказала, что она сейчас как раз читает циников. Я думаю, ну надо же, а я как раз их вот купила недавно. Такая синхронизация, надо поскорее прочитать, чтобы поделиться друг с другом впечатлениями. Дальше покажу вам «Возвращение» Блейка Крауча. Это тоже привет из 2020 года, когда я только завела канал и про эту книжку очень хорошо рассказывал Дима с канала «Каджит». Это фантастика. И Блейк Крауч мне нравится со времен этих «Затерянных сосен». Вот мне сериал особенно по ним понравился. И здесь фантастика связана с парадоксами путешествий во времени. Очень мне нравится. Я ее уже прочитала, подробнее расскажу в прочитанном, но могу сказать, что действительно оказалась она и увлекательная, и вроде бы это и научная фантастика, как и положено хорошей фантастики, в то же время она и про человеческие потребности душевные, про близость, про оплакивание, горе, про желание вернуться куда-то в прошлое, что-то исправить, про ненасытность человеческую, про эгоизм ослепляющий, который мешает увидеть последствия своей деятельности. Вот про это все очень меня вдохновил Блейк Крауч вот эта книжка на ревизию всех других моих любимых произведений про путешествия во времени. Я вспомнила о том, как я люблю эту тему, и это было такое вот приятное возвращение как раз к теме путешествия во времени. И, наконец, «Мечтатель Бродвея. Ужин с Кэрри Грантом». И эта книга у меня ассоциируется тоже с Леной с канала «Корешок и Форзес», потому что когда-то я ей на день рождения два тома этих присылала. Здесь как-то нью-йоркская тема меня подкупила, у меня какое-то было нью-йоркское настроение, и я решила с ней познакомиться. Тем более, что очень хорошие отзывы были и у Лены, и, мне кажется, вот у Юлии на канале «Скраббук Хом» тоже. Это Нью-Йорк послевоенный, конец 40-х, начало 50-х, какие-то бродвейские такие вайбы привлекательные. Единственное, что меня в этой книге смущает, если мне понравится первый том, придется и второй тоже покупать. Но я вот как-то себя удержала от того, чтобы и второй купить. При том, что великолепная атмосфера, вот портрет Нью-Йорка у меня лежит начатая в книге «Большая маленькая жизнь». Но вот скажите, пожалуйста, если перед вами лежит Ханя Янагихара с ее зажимающей сердце историей и «Мечтатели Бродвея», что вы возьмете? Я вот тот человек, который склонен взять что полегче, повеселее. Это все мои новые книги, покупки и подарки к этому часу. Рассказывайте, какие из этих книг вы уже читали, что вам больше всего полюбилось, что бы вы хотели обсудить в первую очередь. Встретимся с вами в разделе комментариев и в новых видео на канале «Оставайтесь в креслах». Меня зовут Ира. Приятного вам вечера и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok